Ребятки, всем доброе утро. Вы на канале Семьяны Чемоданных, меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь. Я вас сегодня приглашаю в новый выпуск. Я хочу сделать обзор этого поселка, чтобы он был максимально полный и клевый. Для этого нам потребуется байк, чтобы покататься, проехать везде. Поэтому я сегодня его арендую и вам покажу этот поселок. Нет, это не поселок, это он село. Все про него расскажу. Так, ну что, ребята, у нас получилось арендовать байк. Это значит, что я еду сейчас в самое начало Оленивки и начинаю вам показывать классный обзор этого села. Смотрите, что я хочу вам, значит, первое показать. Видите дорога? Это, значит, в объезд всей Оленивки. То есть, если вы хотите проехаться по самому селу, то это вот нижняя улица и, соответственно, все мелкие улочки, которые примыкают от этой дороги к этой дороге. И здесь открывается, посмотрите, какой шикарный вид на морюшко. И самое главное, гляньте, какой цвет. Просто нереально. Гляньте, какая красотища. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, ну что, ребята, мы сейчас с вами, получается, и стоим уже непосредственно на въезде в само село Оленивка. Люди едут здесь, мы тоже так же заезжали. Просто объездная дорога, так быстрее попасть на всякую Чашу Любви, на Мистер Ханкут, в Дельфинари, все там есть. Я вам покажу это все в других выпусках, поэтому подписывайтесь. А сейчас нас интересует именно сама Оленивка. Так что давайте поехали смотреть. Так, смотрите, здесь можно повернуть направо, а можно поехать прямо на одностороннее, значит, движение. Сразу здесь можно замечать, что очень много табличек, типа, сдают жилье, можно здесь вам останавливаться и что-нибудь, например, для себя подыскать. Справа видите такие таблички? Вечеринка, экстрим глэмпинг. Это все находится чуть дальше, мы с вами обязательно туда доедем, я вам покажу тоже, как вся эта история выглядит. Так, значит, здесь теперь главная дорога, мне нужно уступить, я хочу вам тоже кое-что сейчас показать, смотрите. Вот здесь вот справа находится лиман, на котором учатся люди кайтсерфингу. Клевый лиман здесь, в принципе, даже, по-моему, люди грязью мажутся. И Оленивка в этом году очень удивила, потому что вот на центральной улице положили асфальт. В том году здесь стояла нереальнейшая пыль, вот на дороге было вот так вот, чебенка была насыпана, и дороги были вот такие, ребята. Ездить было просто невозможно, все, что покупали, было, естественно, все пыльное. А сейчас очень круто, дорога есть, немножко осталось пыли, но тем не менее все классно. Еще из-за того, что в Оленивке очень много дождей в этом году, трава зеленая, и дышится, конечно же, лучше. Поехали дальше. Как я вам уже сказал, ребята, вот это и есть центральная улица, летний кинотеатр. Это все находится на пляже Экстрим. Вот, если вы снимете жилье где-то здесь, то до моря, вам сразу говорю, нужно ездить либо на машине, либо на байке, вот так вот, либо на велосипеде. Ну, конечно, жестче это ходить пешком по жаре. Вот она, автостанция Оленивка. И пошли различные магазины. Вот, например, есть построй, мастерок, также здесь есть экскурсии. Кому нужно, например, смотрите, я вот так сейчас остановлюсь, вот, и вы можете посмотреть, что есть строймаркет, все для строительства и ремонта. Вдруг вам нужно что-то. Первый продуктовый магазин. Обращаю вам на это внимание, да. Здесь вот такая вот парковка, куда даже заезжают грузовые машины. И слева почта Крыма. А дальше мы с вами, смотрите, подъезжаем на такую центральную, назовем это площадью. Здесь овощи, фрукты, магазины, разливное там, например, пиво можно купить. В общем, все что угодно находится здесь. Также здесь находится рынок центральный. Где есть банкомат. Сейчас мы с вами тоже туда пройдемся, я вам покажу. Ребята, я сейчас нахожусь на мысе Тарханкут. Здесь огромное количество палаток. Здесь неподалеку есть чаша любви. И что я хочу сказать. Мы пропутешествовали Крым несколько раз и написали свой авторский гайд, который стоит всего лишь 490 рублей. Приобрести его вы можете очень просто, написав либо мне в инстаграм, в директ, либо Настеньке. Изучите его. Открыть для себя Крым с другой стороны. Пропутешествуйте Крым с удовольствием. Локации, достопримечательности, советы, рекомендации. Все это есть в нашем авторском гайде. Продолжаем выпуск. Так, здесь, в общем, да, полно магазинчиков. Но самое основное, что интересует всех, это вот здесь есть овощи, фрукты. Также, смотрите, вот в этой лавке мясо. Очень вкусный шашлык продается, поэтому вот можете заглянуть. Здесь можно купить воду на разлив по цене 4 рубля, маски, купальники и прочее. Есть кафе, рыбный магазин и вот еще вода. И также, ребята, здесь есть банкомат, где вы можете снять себе наличку. Ну и детям всякие приколюшки также можно купить. Вот рынок, вот такой вот. Дынька 70, арбузики по 100, персики 290, помидоры 70, огурцы по 100, баклажаны 125, кабачки 70. Ну и на память, например, купить какие-то магнитики. Почему бы нет? Вот такой вот рынок. Здесь, кстати, еще тоже также можете сразу взять экскурсию. Ребята много куда возят по всяким разным. И вот самая основная, это, конечно, да, это мыс Троханкут. Вот. И вот они магазины. Ну что, поехали дальше. Так, ну что, мы, значит, с вами двигаемся дальше. И сразу я хочу вам показать еще одно местечко. Давайте я сейчас остановлюсь. Опа, вот так вот. Шелек. Отцеплю камеру. Его нужно вам показать. Многим пригодится. Смотрите, видите, мини-маркет все для всех. На первом этаже справа есть, значит, продуктовый магазин. А слева есть хозяйственные товары. Там можете купить вообще все. Всякие зонтики, надувашки, что-то для палатки, матрасики, насосы. В общем, все тут есть, кроме палаток. Палатку вчера думал, возьмем брату. В итоге палатки здесь нет. Поедем дальше. Вот, ребята, в том году я снимал обзор оленевки. Это было, конечно, все не то. Потому что я ехал в машине, и немножко это все не то. А сейчас, как будто я иду. Очень еда на скутере еду, и прям классно. Слева, значит, также магазины продуктов. Здесь, смотрите, слева разливные напитки, вина. Видите, вот виноград, крымский вина. Дальше купальники. Биф-фукс, но почему-то закрыто. Видите, табличка висит. Дельфинарий, отель-приют, рыбака. Вот локация. Я люблю оленевку. Здесь, конечно же, можно сфотографироваться. Шаурма на углях. Трактир, если кому-то нужно. Есть пицца, суши, вино. В принципе, все такое. Если вы привыкли к какому-то пасхуду, то здесь все есть. Есть ресторан Буржуй. Справа вот мы с вами сейчас подъезжаем еще к одному заведению, где можно отведать пиццу. Вот она слева, видите. Также это же и является гостевым домом. Но здесь остановится еще по кайфу. Можно прям в хлоп зашел. Пицца, паста, мясо, рыба. Все тут есть. Так, вот еще такая кафешка. Называется Барапуда. Здесь ни разу не кушали. Рекомендовать как бы, к сожалению, не могу. То, что мы не пробовали. Далее, смотрите, ребята, есть церковь. Но вдруг кому-то нужно сходить, помолиться. А вот в Оленевке есть церковь. Так, как ориентир. Хотел вам что-то сказать по адресу. Вывески нет. Улица, по-моему, это Ленина. Снова табличка Каяки-Сапы, потому что здесь, да, действительно сдают. Сдают в большом количестве и много. Так, сейчас будем пропускать машинку. Давай, проезжай. Едем с вами медленно, чтобы и меня было слышно, и чтобы вам можно было посмотреть. Скейт-парк, табличка висит. Видите, по правую сторону, на столбиках. Видите, ресторан. Дальше что? Экстрим пляж, да. Классный, очень безумный классный пляж. Там такие тусы проходят. Прям вот молодежи. Самый кайф. Сёрф-станция, да. Можно позаниматься сёрфингом. Видите, вечеринки. Что касается жилья, ребята, можно бронировать через букинг, а можно здесь прям ходить по домам на самом деле. и спрашивать, есть ли у вас свободные места. И поверьте, они здесь, в принципе, всегда найдутся. А что касается, например, бюджета на жильё, то от 300 рублей за человека. Но учтите, что 300 рублей, это, конечно, будут так себе условия. И самое главное, знайте, что Оленёвка, это всегда удалённость от моря. Так, улица Таврическая, улица Морская, это налево. Так, давайте, окей, мы сейчас с вами туда... Нет, туда не поедем, там ужаснейшая, ребята, дорога. Хотя, хотя, знаете что? Давайте сделаем следующим образом. Мы с вами сейчас туда заедем, и я вам просто хочу показать, как раньше выглядели, ребята, дороги в Оленёвке. Вот, посмотрите, вот видите, как всё разбито? Видите? Видите, что творится? И вот так вот, друзья, было во всей Оленёвке. Или Оленевке, как там её правильно. Пыль стояла столбом, поэтому кто приедет, ребятки, в этом году, ну, знаете, здесь очень даже ничего. Видите, какая пыль за машиной, прям аж ворту она, пока я еду, болтаю. Давайте возвращаться на центральную улицу. В принципе, по таким улочкам, я думаю, что вы поняли. Если будете снимать, знаете, будет безумнейшая пыль, и, конечно, ходить к морю. Да и, в принципе, проживать, мне кажется, будет не очень комфортно. Вот, ребята, стоят, предлагают морские прогулки. Да, можно, это самое здесь, на самом деле, вообще, крутятская тема морских прогулок. вдоль мыса Тарханкут. Дальше мы с вами, смотрите, значит, сейчас подъезжаем ещё к одной, такой, так называемой, тоже площади. Здесь всё тоже так развито, потому что там дальше начинаются кемпинги, ну, типа, Басансет, Экстрим, Оленька Вилледж, да, и здесь можно тоже купить всякие вот надуважки, всякие различные морские прогулки, пиццерия, продукты, живое пиво. Также здесь можно заняться дайвингом. Вот, видите, слева на заборе есть табличка. Основной магазин, где покупаем мы, он тоже находится вот тут справа, вот где это сейчас парковочка. Дальше как бы по сути ничего, можно вот снять номера, видите, комфортабельные номера по цене фешенебельных номеров. Так, дальше уходит дорога прямо, а я хочу вам показать ещё сейчас заезд к пляжу, если вы, например, будете ехать, допустим, на машине, да, то я покажу вам, куда. Так, смотрите, мы вот сюда вот с вами поворачиваем. Здесь, к сожалению, дорога тоже заканчивается и будет вот такая вот у нас с вами трясучка, поэтому потерпите немножко. Оп-оп-оп-оп-оп, да, камеру болтает тоже существенно. Я очень надеюсь, что стабилизация сейчас справляется. Но очень хочется, конечно же, вам показать. Показать. Здесь дорогу не положили. Здесь также по-прежнему, конечно, стоит пыль, но не сильная, потому что машины здесь не разгоняются особо, потому что, сами видите, дорожное покрытие, оно в ужаснейшем состоянии. Если вы были в том году в Оленевке, то вы наверняка сразу можете заметить, что в этом году лиман, лиман полностью в воде, ребята. Здесь вообще было все пересушено, а вот в этом году вот такие вот дела. Очень много дождей, и, соответственно, лиманчик не выпускает свое. Опа! Так, есть табличка «Установка палаток на песчаной косе запрещена». Решение собрания жителей села Оленевка, представляете? Так, я еще кое-что хочу вам показать. Сейчас остановлюсь. Так. Вот этот вот лиман, вы можете заметить, вот эти вот, видите? Смотрите, водоросли. Как они? Дуназелла правильно называются. И вот этот вот лиман, он тоже розового цвета. Вот если, например, в конце июня приехать, либо подняться на квадрокоптере, то можно увидеть, что он розовый. Он в этом году, конечно, очень сильно разлился. В том году было вот так вот. И здесь все гоняли на чем только можно, на квадроциклах и прочее. А сейчас вот такой вот вид. В этом году установили цирк. И вот сюда вот нужно вам приезжать, парковать машину и проходить на пляж Майами. Вот это вот вся береговая линия усыпана палатками. Давайте сейчас немножко проедемся. Я вам покажу чуть-чуть. Но пока здесь отключить, потому что здесь будет очень сильно болтать и смысла от камеры нет. Так, ну что? Вот мы заехали с вами, значит, на эту косу. Да, в том году здесь было вообще все усыпано палатками. Здесь даже сажались самолеты такие экскурсионные, которые летали над мысом, пять тысяч брали. А сейчас как бы все. Единственное, что я вон там наблюдаю палатки. Сейчас вместе с вами туда прокатимся. Ну да, вот видите, слева, слева палаты постановлено достаточно большое количество. Я очень надеюсь, что вас, меня, меня вам слышно. Ветер очень сильный. И так еще и едем. Не скажу, что на скорости, но тем не менее, навстречу ветру. Вообще здесь тоже были кемпинги раньше, но сейчас, может быть, все изменилось. Но отдыхающих очень много, палаток очень много. Ну да, вот видите, установка палаток запрещена. Проезд установки палаток запрещен. То есть здесь, ребята, здесь вот начинаются кемпинги. Ох, как туда, смотрите. Все, ладно. Я, короче, дальше не поеду. Не хочу на байке рисковать. Здесь надо только на машине. Поэтому делаем разворот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова 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 мы просто его ребята любим а сейчас вместе с вами давайте продолжать ехать по левую руку смотрите картинг можно покататься да и вот налево уходит как раз дорога по которой который вам показывает как бы в объезд всего села чтобы по улышкам не ездить можно по скоростной прокатиться я не знаю я прям не могу ехать сплошным рейсом потому что очень хочется вам показывать посмотрите вот заезд в кемпинг и просто выгляните на этот потрясающий цвет моря просто бомбический вот здесь вот на парковке вы тоже можете заметить что люди прям вот так вот останавливаются ставят палатки и живут в принципе в туалет в душ они ходят прямо в кемпинг ну там доплачивают там 20 рублей за туалет дальше пляж экстрим вот вы можете сразу заметить скейт-парк а сцена вот ночью там движуха пащак конкретно ну давайте двигаться дальше значит на экстриме проходят всякие разные концерты диджеев и вот в эти пиковые дни здесь все усыпано ребята машинами просто очень и очень сильно сейчас это так чуть-чуть люди просто как говорится покупаться приезжают вот они предлагают начата прогулки видите вот морские прогулки как раз здесь можно и взять катерок либо с группой либо индивидуальную прогулку справа застраивается все здесь что-то значит будет так давайте посмотрим клубный квартал фестиваль и да слушайте выглядит конечно прикольно о здесь построили глэмпинг посмотрите как клевенько а вообще здесь был просто автокемпинг причем такой дикий стрёмненький а сейчас очень красиво и вот тут справа и кемпинг соответственно если вы хотите да вы можете здесь останавливаться огромнейшая территория так а вот мы с вами подъехали значит в такой локации называется оленевка виллач думаю многие знают про у них это типа такие домики которые можно арендовать там условно за 300 рублей но это все зависит от дат и сюда нельзя так приехать и просто их арендовать здесь нужно заранее бронировать за неделю по моему на сайте по моему называется библиоглобус это их как это их короче домики но минус минус этих домиков то что ребята здесь пляжи в очень плохом состоянии и поэтому многие люди многие люди отсюда едут купаться на сам майами а вот ребята справа виднеется затонувший корабль как раз если вы поедете нам по марсу на морскую прогулку то вам проведут экскурсию расскажут как он затонул и вы прям к нему в упор под подплывете зверище конечно очень и очень клевая вот они видите морские прогулки но и собственно ребятки все мы с вами доехали до маяка здесь дальше если поехать налево то можно как раз попасть на сам мыс тарханкут мы с вами это сделаем в следующем выпуске проедем по всему мысу тарханкут поэтому конечно обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить этого видеоролика здесь вот начинается еще военная часть поп и все и маяк в этом районе в маяке тоже ребята можно арендовать жилье у нас наши подписчики с уфы они здесь как раз арендовали в том году вот но но ездили купаться на пляж к нам ну что ребята вот такой вот выпуск шикарный у нас получился я показала маленевку так как хотел ее показать и все про нее вам рассказать я думаю что это было ценно поэтому от вас попрошу минуточку уделить времени и сделать репост свои социальные сети конечно же поставить лайк и написать комментарий это очень поможет в продвижении данного видеоролики и конечно же в целом канала я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока а и и и и и и и и